алё ты мне скажите а как звал зовут-то как-то да никита меня зовут там уже хорошо хоть не хорошо хоть на них главное что не саша потому что мой хороший скажем взаим взаимно вот профессиональный между прочим игрок да правильно же ну в прошлом да но и подождала на в прошлом где где играл то за кого ну команда nss было я думаю тебе ни о чем конечно все ничего не говорить ну кто-то танкисту то есть чате узнают наверное но еще выиграл чего нет нет хоть ну выигрывали всякие там онлайн части на лан финалах там в троечку залетали давай рассказывать чем помочь без проблем вообще объясню расскажу покажу качать этих британцев да ну смотри бабаха вот это до 40 05 почему ее так хвалят ты мне объясни давай давай ну смотри она во первых абсолютно картонная достаточно быстренько хэш это значит ну с большим пробитием если она пробьет она может у нее средний альфа стычки 1750 даю собою а ее нельзя посмотреть это извини перебил правой кнопкой мыши по иконке вот исследовать и предпросмотр машины о ухт дом на колесах фугас с очень жестким пробитием и она пробивает она выбивает ну некоторые танки вообще сваншотить может да например с тэшки тяжем выбиваю там ну процентов 70-80 у них себя ну реально прям шатает так шатает до души глима видишь в том что она достаточно кривая и пробить и она такой очень пограничная то есть прям каких-то крепко лобок раз хорошей брони она будет тяжело пробивать то есть надо как-то в борт стараться закатить или там уже в спину зайти и жухнуть нормально но творим дому там дверь целый на втором этаже но бабаха это типа понял это артиллерия относительно нормального человека потому что а водах не любит в нашей игре да я ушел обах это типа такой токсичный танк но как бы не арта то есть вроде как тебя от могут дать но не сильно на улице смотреть короче в чем я самый прикол да работяги и берут и как они играют на ней пять боев пососал в одном бою дал пробить и кайфану все но это мой вариант кстати так я тебя понял а чё еще какой хорошая какая тоже смотри яга и сон то это не немецкая пт-шка тоже дожди сейчас мы посмотрим и покажем вот они так я сот и фиксирую предпросмотр машины тогда который уход он мой хороший но это короче танк самым высоким пробитием в игре то есть он он один пробьет ну грубо говоря там вот видишь бронированную цель просто в силу и вкидаешь грубо говоря если тычка полетела куда надо сто процентов пробьешь для этого танка не существует слова броня вообще если он на аккумулях играет самое высокое пробить в игре 420 миллиметров то есть смотри у бабахи 230 пробить а здесь 420 до почти в два раза он вообще ему похер ему просто главное попасть короче да это неважно уже но это медленный танк и достаточно бронированный то есть грубо говоря это по сути как тяж но на нем можно типа там за закрыть это на каких-нибудь картах больших вот ножухой тоже добротно и самое главное звук выстрел него прям очень конфет хороший короче ради меня гром суши вот да мне пока вот этот вот больше нравится а по урону сколько он выбивает бабаха по урону гига берет 1050 но она именно она более дпм то есть чаще стреляет выбивает в среднем при пробитии 1750 но ты должен понимать что ты будешь далеко не всегда пробивать на бабахи то есть ты будешь часто видеть там 500 600 900 то есть жопа у тебя сгорит но есть там и вот типа оля 268 который ты смотрел до 4 а про ну-ка давай к сравним он маленький короче он очень маленький да и у него какой-то маскировка отлично маскировка на это уже про деформация вот и короче прикол чего 28 он дпм то есть он реально очень скорострельный и он очень маскированный плюс у него тоже хорошее пробитие не 420 на 395 но я тебе скажу так разница вот этих 25 миллиметров ты по сути и ощущать не будешь это и так запредельно много ну и чё ты посоветую что слушай но на самом деле если вот именно прям стоять в кустах даять да 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 мне пока он верно все-таки лучше с 268 начать потому что он реально более не но не светится да он более маскированный сравнению с ягой бабахой потому что на бабахе тебе там правильно писали что один засвет добро пожаловать в ангар а учитывая что опыта на ну мало да и конечно не знаешь про стрелок не знаешь то есть бабах это значит надо очень четко понимать куда встать что зацелиться заранее потому что там разброс очком мамонта поверь и сводится полгода то есть если ты заранее не стал не зацелил право так ну вот уже картина начинает складываться вот еще некий вагант говорит пусть и товарищ шотник за шведские пт расскажет что это за но это стерва стерва них позже огневая мощь бы но там смотри короче в чем прикол во первых это танк с уникальной механикой то есть ты не просто вот как на этом кировцы до катался поворачивал башню у нее во первых как видишь пушка в корпус войны то есть нету башни у нее два режима один режим в котором ты ездишь и один режим в котором ты стреляешь переключаются соответственно по кнопке выход в режим 2 секунды так называемый походный режим и осадный режим вот в осадном режиме она начинает очень медленно ездить но у нее включается возможность пневмогидравлической подвески то есть у тебя танк у тебя гусеницы позволяют себе регулировать твои углы вертикальной наводки вниз пушку вверх и вне и прожди как арта что ли уже получается у тебя вот вот сейчас она стоит ровно а представь что у нее передняя гусля вниз опускаю всю я понял еще самый прикол она видишь она не альфовая это птшка у нее альфа 390 но у нее сумасшедшая скорострельность на как пулемет из кустов херачив и маскировка у нее тоже очень и очень хорошо да она низенькая такая не дом на колесах вот то есть именно если прям вот самый до рассмотреть идеальный вариант пострелять с кустов это наверное стерва но опять же ты хочешь чтобы бахнуть да и уйти стерва это все-таки найти грамотную позицию и стрелять именно так чтобы не светиться она больше 8 можно пахнуть за какого-то гриля меня в чате это кто это немец тоже немец уже немец ага но разница с ягой у них в том что немец гекпанзер это бронированная птшка а гриль это абсолютная картонка то же самое как и бабаха вот она как бы с ваш не видишь у нее то есть не файна до орудия в руку а у него есть отдельная башня но опять же у него не башня которая на 360 ворочается а по моему там градус уменьшись на небольшой это короче 50 120 гриль это типа знаешь какая птшка это аля такой ст быстро быстро стпт то есть он достаточно динамичный он может быстро приезжать на какие-то кусты он реально очень точный то есть него круг сведения в полном в полной сводке там вообще очень маленький но и у него нету никакущий абсолютно стабилизации то есть это танк который стрелять может только с места на ходу ты на нем вообще не постреляешь то есть ты будешь ехать у тебя вот такой вот очков я знаете еще ребят сделаю я короче оставлю сто процентов 268 ну чтоб мы продолжили да вот эту веточку качать потихонечку но 2268 до которая короче пойдем на нее а вторую будешь долго качаться конечно с ним мы чушу нам подпиваться да и дальше поехал вот кстати 268 детка сама в целом неплохая именно если дожди-ка надо открыть ну-ка а по 152 и су 152 сушка тоже сус то вот очень хороший вариант да постоять в кустах папу кутинь и пушка на 390 альфы притом у танка я вот сейчас хотел вот прям хорошо ты ты мне скажи мне сейчас скачать получается 100 до 100 су 152 потом и су 152 четуху то бишь 704 не пушка сейчас я вот эту правильно беру то есть иду по верхней линии она стриме до 1 по верхней поверхности пишите оверх и прокачки 152 которые а есть прям и су 152 к то есть по сути говоря а так он уже мне его помню подарил подожди мой хороший сейчас вот она на смотри стоит бандура пожалуйста 11 лет как в танке у меня чип модель а сколько брат у меня льва 750 представляешь я скрытый танкист оказывается все это время был не аккаунт один полет у тебя там эти медали значит и там я я тебе говорю я с пробитием то давно уже как бы да так что как то так так разборка у тебя нормально стоит на нем я тебе говорю о так он мне все рассказал он умный не знаем какой как я только единственная фугасов много и с экипажа ну подожди подожди как скажи мне по фугасам чё там надо убавить смотри у тебя вообще боекомплект супер маленький что всего лишь движу ряда вот в идеале один максимум два фугаса это просто потолок на этом танке все остальное бабай голда там уже на свое усмотрение но учитывая сколько у тебя серебра я бы наверное на фулгал где бы сразу катался чтобы вижу тебя 329 пробить и на вообще фулл прям голде и будешь выходить если будешь неплохо играть ты уже донатим ссылка внизу донатим на голду для более быстрой прокачки мой тебе совет смотри у тебя сейчас горит боевой опыт это именно опыт который ты получаешь в бою от при наведении ты сейчас увидишь сколько процентов он себе дает подожди конукрас 250 50 процента а смотри и снизу у тебя есть более улучшенный резерв который будет давать тебе плюша ты не в раз раппорт of tanks ты понятно так я уже тут все как облуплены так вот и то есть плюс 50 процентах боевого мог то можно за за плюс 100 но стоит 150 золота учитывая что у тебя 21 тыс это вообще он еще закинет ему просто к чему объясняю чтобы грамотно сейчас проинвестировать свое время давно быстрее все это прокачать так я бы тебе советовал закупить вот этих вот резервов хотя бы штучек ну 5-10 до для начала посмотрю на просто 510 короче мне прожди где покупается в магазин вот прям вот смотри у тебя на же если ты нажмешь активировать и он тебе предложено купить вот так вот здесь покупай до магазина ходи и просто так ты ну более все понятно прокачивается папа поскольку намешься взять пасе и возьми ну просто хотя бы там да банально даже один возьми просто протест и да если понравится по 5 и там по 5 до сотнику него денег лишь получать серване денег и другой тоже возьми зеро заметнее я не я сказал это не я брат это это все вот уважаемый человек 54 года в этом в как в танках вот пожалуйста да смотри ты по сути чуть-чуть потратил золото но ты огромное поверь количество времени своего следа благодаря трус экономишь вот премиум аккаунт насколько я увидел он у тебя вроде как есть 30 дней да 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 он закинул этого тебе с головой должно хватить и плюс какой момент я заметил слева сверху нажми еще на свой никнейм разочек а вот смотри у тебя там есть окошко да в котором можно выбрать две карты на то чтобы забанить может быть тебе вот за время пока отыграл какая-то карта прям ну не нравится все вообще полный не слушай ты мне скажи что забанить от этих вот куда вот скажи мне вот что вот вообще по тэхам не подходит от смотри есть городские карты коридорные да и открытые для тебя хорошо подходит ну конечно открытый логично типа про хоровки и малины на твоем месте я бы банил наверно бы какой-нибудь париж и ns это две супер маленькие карты и городские вкладку чат это в принципе пофиг это абсолютно так как тебе удобно это мне сразу извини брата тебя перебью они мест внизу вот эти вот окошечки вылезают как вот братья они мне лёха я тебя смотрю 54 года так и вот во вкладке чат смотрим первые три галочки у меня убраны показать время сообщения это без разницы вот принимать приглашение в обзор в бою там где синенькая 1 видишь там галочку можешь убрать чтобы тебе именно приглашение в бою не давай проще давай знаешь как проще в чате как где у тебя галки стоят где у меня да так вот галочка стоять на стримах не выпизживали голову блять вот короче принимать сообщение только из списка контактов 3 снизу и отключить от союзниками чтобы там например стрим снайпер они могли это 2 дальше коммуникации в бою так это чтобы тебе короче досаждать не могли принимать смотри еще посредине принимать приглашение в ангаре только от друзей ты можешь поставить там галочку и тебе просто с левых аккаунтов не смогут вот это мне надо да все это мы сделали теперь тебе не будут эти штуки приходить давай теперь боевом интерфейс который справа наверх справа давай может быть мы сделаем проще я тебе просто скажу что у меня стоит и что у меня не стоит и ты сделаешь так же как у меня давай 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 конястимальный я же конечно давай вот первая галочка стоит 2 3 4 нет 5 стоит чистая нет седьмая стоит это плавно плавно и приближение долине камеры дальше включить тактический обзор стоит включить командирскую нет горизонтальная стабилизация снайперки да и все остальные до бегунка нет кратность приближения последнюю выбирай именно там слово последнее не последнее а последнее так показать маркер техники на панели счета убрана показать уведомление о причинах отсутствия урона у меня стоит это знаешь когда ты в танк попадаешь те пишется там есть попадание щиток такой вылезают типа ты не пробил или колесо не пробил то есть если тебе визуально это нравится то можешь оставить если нет можешь убрать это уже дело вкусов у меня стоит это красиво и ты окей давай давай показать спидомер так колесные техники ну у меня стоит и на ней на этом не катаешься, ну, короче, стоит. Показать время ремонта поврежденных модулей. Обязательно стоит. Показать результаты предыдущего боя. У меня убрано, потому что это мешает, когда в бою тебя вот эта фигня высвечивается. Так, конечно, нахер это нужно. Да. Показать прочность машин на панели команд. Никогда. Показать прочность машин на мини-карте. По нажатию Alt. Включить дополнительные возможности мини-карты. Постоянно. Подсказка на экране загрузки боя. Мини-карта. Подсказки на экране загрузки ранговых боев. Мини-карта. Это, соответственно, мини-карта ставится для того, чтобы пока ты прогружаешься в бой, ты уже видел, с какого респа ты находишься и уже мог понимать, что тебе плюс-минус делать. На самом деле, смотри, Люха, очень большое количество модов, удобных и нужных, интегрировали в игру. То есть сторонние модпаки, вот по сути, для тебя как для новичка, они, ну, не нужны, кроме там, может быть, одного мода, который я так предполагаю. Ты знаешь, информационная панель танка. Вот ты на него навел, и тебе показывается там альфа, обзор, перезарядка. Ну, чтобы ты просто вот смотрел на танк, навел на него, да, и потихонечку всю эту информацию запоминал. Потому что, как мне надо, своего врага надо знать в лицо, с кем ты воюешь, против чего и так далее. Все правильно. Вот. Да, погнали дальше. Да, вот это переключение комплиментов на экране загрузки выключено. Так, с мини-картой, смотри, у меня, у нас одинаковая мини-карта, все, поехали дальше. Анимация камеры в ангаре, но это когда ты, короче, отходишь, там мышка не двигаешь, у тебя просто танчик летает. Это все, короче, верхняя это не надо ставить. Теперь давай наверх. Да, у меня тоже. 30 секунд стоит. Анимация ангара при движении корпуса мыши выключена. Галочки не стоят. Вот. Теперь давай на самый верх и по левым столбцу пробежим. Так, это мы настроили чат, да, коммуникация в бою. Все четыре галочки у меня выключены. Это, чтобы вот эти вот маркеры, понял, они у тебя... Шопаешь, чтобы да-да-да. Да, не моргали. Так, настройки случайных боев. Вот. Это то, к чему я тебе хотел подвести. Ты, как новичок, тебе лучше играть только на стандартных боях. То есть, выключить две галочки до встречного штурма генерального. Потому что у тебя сейчас мозг и так информацию, да, особо не возблять. Сложно, конечно. Когда еще мозга нет, то вообще согласись. Ну, мы все танкисты, такие у вас там, каша. Ну, это понятно. Вот. Панель техники. Она у тебя минималистичная. У меня стоит двухуровневая и адаптивная. То есть, у тебя иконки танков в ангаре, где вот эта вот карусель, да, танков, она будет больше. То есть, танки будут более заметны. Вот. Я бы адаптивную поставил, протестил. Если не понравится, спокойно можно верить. Я привыкну просто и все. Куляйки без спасения. Я думаю, себе даже так более удобно. Вот. Отображение элементов внешнего вида. Стоит только историчные. Это чтобы всякие 3D стили не отображались. Знаешь, загроможденные которые прицелы припевают. Всякие лишние дошлипы. Запись боев. Однозначно все. Это реплеи. То есть, ты можешь зайти в папку. Любой свой бой посмотреть. Видишь, у тебя сейчас нет. То есть, все бои, которые играешь, ты не можешь их посмотреть, кроме своего стрима. А если бы ты не стримил, то вообще. Показать технику со взором включено. И вот третье. Показывать выбор сервера при запуске игры. То есть, если ты ставишь галочку, у тебя его будет видно. Она у тебя сейчас убрана, и это правильно. То есть, у тебя не видно сервера. Вот. И последняя, последняя галочка с крытиями в бою, это анонимайзер. Который делает себя невидим... Ну, другой никнейм тебе генерирует во время боя. Тебя, типа, не стрим, стоп. Твою! Так, давай, смотри. Ну, режим полной экраны, соответственно. Вертикальная синхронизация, видишь, у тебя галочка не стоит с левым, по-балле-левому. Это у тебя, по сути, ограничение FPS. Сейчас у тебя компьютер мощный, тебе по барабану. У тебя компьютер... Смотри. Угол обзора FOV. В основном, игроки делятся на два лагеря. FOV 95 и FOV 120. Но это угол обзора, соответственно, да? То есть, сколько ты видишь у себя на экране? Я лично играю с 95. Для моей техники это сколько надо? Это не для техники конкретно. Это вот если ты ставишь 120 градусов, то у тебя на мониторе, ты видишь 120 градусов, грубо говоря... Я понял, это FOV как в шутерах. Смотрим. Да-да-да, в шутерах. Я играю на 95, потому что он более такой маленький и танки более большие. То есть, соответственно, в чатулечке. Да, есть небольшой такой лайфхак, скажем так. Такой динамический FOV. Нет, это не надо. Это он в зависимости от того, как ты поворачиваешься, он меняется. Вот, смотри, что здесь еще надо настроить. Это в расширенные зайти. Ага. Вот, и здесь... Ну, частота обновления, сам понимаешь, там 144 плюс любой... Ого, тебе тут, да, конечно, бедан. Давай, смотри, основные... Надрочно так. Основные все на максимум. Как у тебя из-за столбец справа, освещение и пост отработки. То есть, если ты хочешь... Смотри, качество освещения, да, это то, как светит солнце на картах. Вот, потому что, ну, его, в принципе, можно оставить на максимум, но на некоторых картах, реально, без шуток, солнце слепит. Например, на штиле, там, карта ледяная, и в лед он светит, и тебе в глаза прям, то есть, отсвечивай. Но, в целом, это красивость картинки, да, как стримеру это надо ставить. Не-не-не, надо-на-да-да-да. Я, тем более не такой профессиональный, прям этот. Качество теней, это, соответственно, тоже красивость картинки, но, если с точки зрения эффективности, у меня она выкручена в ноль. То есть, она у меня вообще не стоит. Я вот, ты знаешь, я к теням тоже отношусь, ну, такое. Они просто реально мешают. Они захламляют картинку. Это не нужно. Я знаю, что я люблю, когда в играх это, контрасты побольше, понял? То есть, чтобы, ну, это... А, ну, это сейчас настроено. Сейчас надрочим, да, поехали дальше. Постотработка, смотри, это эффект, там, нагретого воздуха, ударной волны, когда у тебя танк стреляет. Что это мешает? Именно, да, да, мешает, мешает, реально. То есть, это красивость картинки, но, опять же, да, неэффективность с точки зрения игры. Качество размытия в движении. Это, соответственно, когда у тебя танк едет, у тебя волосики назад, пыль из-под опыта копыт летит. Это тоже, в принципе, особо ненужная темка, но для красочности картинки. Вот опять же. Короче, можно оставить. То есть можно оставить, можно убрать. Лично у меня убраны. Давай оставлю, похер. Давай, давай. То есть, если ты увидишь этот момент, зацепиться у тебя глаз, ты знаешь, это до первого этого. Да, это до первого замечания. Тут главное, чтобы ты знала, куда идти, и что нажимать. Вот и все, в принципе. Я запоминаю. Погнали. Ландшафт воды. Качество воды, ну, максимум. Качество ландшафта обязательно максимум. У тебя, в принципе, так и стоит. Теселяция ландшафта и теселяция ландшафта в снайперском режиме, это, короче, он тебе быстрее текстурки прорабатывает. Так как у тебя железо мощное, можно спокойно оставлять. Вот. Растительность. Вот это самое главное в нашей игре. Если ты хочешь нагибать, растительность должна быть прям выкручена по нулям. Но я бы на твоем месте, наверное, бы не в ноль выкрутил, а на первое вот звено поставил. И первого, и второго, соответственно. То есть там высоко и средне? Ага. Вот. Да. Смотри, прозрачность листвы теперь, да, у тебя и трава в снайперском режиме. Две галочки стоят. Их 100% надо убирать. Я не знаю, знаком ли ты еще пока с механикой там стрельбы 15 метров от куста? Мне рассказывались, что-то там надо стоять за 15 метров, когда куст прозрачный, непрозрачный. Нихуя не понял. Но было очень интересно. Я так был от куста, короче, надо немножко откатываться туда, назад. 15 метров. В чем вот это прикол вот этих галочек, которые мы сейчас убрали? Они у тебя стояли. Вот представь ситуацию. Вот 268 и куст у тебя. Чистое поле, никого нет, да? Ты, когда находишься в кусту непосредственно или рядом с ним, да, ближе, чем 15 метров, он у тебя постепенно становится более прозрачным в зависимости, как ближе ты к нему подъезжаешь, да? То есть на 15 метров он такой плотненький. Чем ближе, тем более прозрачный. Сейчас мы убрали эту галочку, и у тебя четкая есть граница. Когда ты находишься в дистанции 15 метров, у тебя куст всегда строго прозрачный. Как только находишься на дистанции 15 и более, ну, соответственно, у тебя куст четко непрозрачный. То есть у тебя нет вот этой плавной. Переходности, короче. То есть ты сразу понимаешь, где надо стоять. Да, да. Вот, но трава в снайперском режиме, мы ее убираем, да, потому что когда ты выходишь на пауте, там, бояюсь, ну, всякого-то этого перед прицелом. Так, вот, она как бежит. Так, эффекты, смотрим. Качество доп. эффектов. Это взрывы, выстрелы и все, что с ними связано. Мешает очень сильно, объясню почему. Очень много дыма. Вот, но их оставлять надо. В идеале чуть-чуть просто на минималочку, первое звено. То есть их надо выкручивать в минимум, но их надо оставлять. Вот, доп. эффекты в снайперском режиме, это полное попущение, потому что когда ты находишься в снайперском, стреляешь, ты просто... Не, 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 точно не нужно. Это как флешка в лицо. Флешка в лицо, да. У тебя там огонь, взрыв, дым, ты просто... Я знаю, как... Физик из гусеничных лент, это когда тебя каток сбивает, это оставь, это красивая темка, никак на геймплей не влияющая, не миша. Вот, улучшенная физика разрушений. Но я думаю, ты заметил, когда-то всякие заборчики а-ля домики ломаешь, у тебя некрасиво ломаются. У меня это же темка выключена, потому что знаешь, что бывает? Ты едешь, короче, ломаешь дом, и у тебя крыша на танке. И ты с этой крышей катаешься, и ты такой ест, ты чё? Это тоже будет, я так думаю, до первой пи***а, который случится. Ну ты поймешь, сгорит, да, мои слова. Ну, опять наушники, я раз... Чудо об стену, как недавно это произошло, и всё. Вот, поэтому вот это вот до первой этой, но я запомнил, где это крысель. Вот, эффекты из-под гусеницы колес, но сам понимаешь, это следы из-под гусеницы, это опять же, ну, можно оставить. Я бы, наверное, убрал. Возвращаемся тогда в экран, это которая сверху, и ты хочешь более насыщенную картинку справа, это коррекция. Подострое. Подожди, где, чё, экран? А, вот, экран, да, да. Экран цветокоррекции, ну, всё, да, да. Тут уже сам выкручиваю, как тебе. Так, яркость, контрастность, насыщенность. Подожди, подожди, готовые фильтры? Там можно готовые фильтры, а можно пользовательские настройки снизу. Есть фильтры а-ля там какого-то 41-го, по-моему, да, года. Да, вон, сороковых годов, пленка сороковых, то есть, ну, ты видишь, как-то. Так, здесь мы закончили. В звук погнали, зайдём. Быстренько тебе там объясню, за что отвечает. Там есть тоже маленький звук, который стоит обратить внимание. Так, смотри, в звуке есть интерфейс, техника, голосовые уведомления и так далее. Интерфейс – это звук, то есть момент засвета противника, да, то есть ты слышал такой пилинг. Тылин, тылин. Вот, его надо делать погромче, то есть он у меня где-то на 60% стоит. Как вы называете, с шестого часа? А вот первый-первый, нет, интерфейс, громкость, интерфейс. Мы сейчас бегунки подрегулировали. А, вот, подожди, интерфейс, так. Вот, это звуки засветов там и так далее, так далее. То есть таких уведомлений в бою, то есть это самая полезная информация, которая тебе может дать именно звуковое оповещение любое, да. Вот, ну, где-то его поставить на 60%. Звуки техники – это, соответственно, двигатель, там, поворот башни. Ну, это можно, наверное, да, такие штучки. Это можно оставить, да, знаешь, для полного, так сказать, погружения. Да, 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 проникновения. Но сильно громко не надо делать, то есть. Вот, у меня оно стоит на 8 просто. То есть по сравнению с интерфейсом, видишь, да, какая разница. То есть чуть-чуть, чтобы было, но не загромождало. Голосовые уведомления – это, соответственно, есть пробития и так далее, тому подобное. Это ангарит и так далее. Что у тебя стоит? Голосовые уведомления у меня выключены, мне неудобно с ними играть, потому что бывает, знаешь, у тебя стрельнула рта, у тебя командир контужен, гусеница сбита движение возможно, там горит, мы все умрем, я понял, да. Эффекты – это звуки выстрелов, это супер нужные, эффекты по звуку примерно как интерфейс должны быть. Где-то на 60. Семь будет так. Ну, можно 70. Техника 90 – это, конечно, громковато. Окружающий, знаешь, что прямо оху***** все на стриме. Так. Окружающая среда – это там птички, водичка шелестит, это можно оставить, опять же, да, но не сильно громко. Я бы не сказал, что пока они мне отвлекали. Где-то на 70. Не, это нормально, тем, когда для погружения, то есть музыка в бою, соответственно, тоже для погружения оставить, но не сильно, опять же, громко. Слушай, в танках не прилетает авторская ху*****? Не-не-не, там, если знаешь, там бывают редкие такие моменты из-за вот того, что разделение произошло на мир там, когда и в HotTank были такие моменты. Но в целом это там раз… Короче, не критично я понял. Не, вообще не критично. А я один ху***** только на стриме слушаю. Так. Ну, тем. Музыка в ангаре, ну, в принципе, она в ангаре вообще может быть. Да, это в ангаре это называется. Абсолютно так. Все, со звуком закончили. Так, соответственно, ну, управление. Это параметр именно… Тут больше настройка именно чувствительности твоей мышки. То есть, смотри, я тебе просто объясню. У тебя какой DPI примерно, чтобы я понимал? 400. 400. Это прям низкий очень сильно, да? Я привык, да, на таком DPI. Я просто на 800 бахаю. То есть, у меня два раза больше. Я скажу, я просто умная, блядь, прям… Смотри, тут есть аркадный прицел и снайперский прицел. Артиллерийский. Вид от ректора тебя не интересует, потому что это все для артиллерии. Вот, аркада, да, это именно когда ты находишься в пространстве, ни внутри танка, ни в снайперском прицеле. Обычно аркаду делают чуть быстрее, чем снайперский режим. Чтоб ты понимал, у меня DPI 800, и у меня аркадный прицел стоит между буковкой А и Р. То есть, очень мало. У тебя… Не нужна скорость реакции, да? Быстро навестись стрелять. Ну, да, да. Тут надо плавненько. Здесь должна быть, знаешь, золотая середина. И одновременно быстро, и при этом точно. Подожди, А и Р – это начало. В самом начале вместо Ар, да. Это еще аркадный. Снайперский у меня вообще бегунок только начинается, и он уже закончился сразу, поставлен стоит. Вот, но смотри, что я тебе просто хочу объяснить. Я тебя не заставляю там ставить сразу, да? Просто аркадный должен быть чуть быстрее снайперского. Снайперский прицел у тебя не должен быть прям быстрым, моментальным. Потому что здесь, именно я говорю, золотая середина. Ты должен наводиться плавно, но при этом быстро, и одновременно с этим точно. Потому что чем быстрее ты будешь двигать мышкой в момент перевода прицела, тем более большой у тебя будет круг разброса. Тем дольше тебе придется потом сводиться. Вот. И, соответственно, здесь должна быть вот такая вот тонкая грань. То есть аркада чуть побыстрее снайперский. Я пока что вот так вот оставлю. Я так думаю, я просто буду потихонечку уменьшать еще. То есть я и так сейчас зарезал прям прилично. Ну, у тебя там, я честно скажу, да. И самое главное, что ты должен из управления, ну, в будущем там перенять, это круиз-контроль. Это, видишь, кнопка R и F. Это около кнопки W и, соответственно, поворота D правого. Вот. То есть у танков есть круизный контроль. У переднего хода три скорости, у заднего хода две скорости. Многие танки и многие игроки, да, они пользуются очень часто первой скоростью. То есть, например, они стоят за углом какого-нибудь дома, да, то есть не светятся, но приятно. И вместо того, чтобы нажимать W, и у тебя танк начинает разгоняться до как бы предельной своей скорости, пытается, да, у тебя, соответственно, ты когда выкатился на W, у тебя огромный разброс, опять же, потому что ты очень быстро выкатился. Игроки опытные, они пользуются именно круиз-контролем, чтобы в такой ситуации выкатить. То есть нажимаешь кнопочку R один раз, и у тебя танк упирается в максималку 8 километров в час. То есть он медленно выкатывается, понял, крадется на свою наживку и дает урон. И потом ты просто закатываешься. А задняя скорость в основном, она просто нужна, чтобы, ну, там, знаешь, руки танкистов. Ну, нажал. Э, нет, мы заднюю не даем, мы только вперед. Это, в принципе, все, что надо знать в управлении. Прицел. Прицел. Да. О, боже. Сразу чуть бросается, это когда ты в прицел заходишь, сразу видно. Ну, ты сейчас, когда в игру потом зайдешь, ты почувствуешь, ну, разницу скорее. Так, смотри, индикатор, да, первая графа у тебя стоит радиальный. Просто выкрути его в ноль, и увидишь, что произойдет. Ага. Видишь, у тебя убралась с экрана вот эта вот темка, по сути, она тебе нафиг. Она не нужна жить, да. Да, да, тебе нужен только прицел. То есть точка центральная и кругсведение. Вот, выкручивай его в ноль, центральный маркер, у тебя точка стоит, это, в принципе, удобная тема. Оставляй. Для меня удобно. После КС-ки удобно, да. Переугольник для меня, ну, такое. Смотри, я играю лично с О-образным. А именно точка прицела у меня именно точка. То есть у меня как бы точка заходит в этот О-образный. Ну, опять же, тут кто-то играет точка-точка, да, кто-то играет О-образный точка. То есть в основном вот так вот. Не, вопросов нет. Это именно дело вкусовщины. Точка-точка, это реально удобно. А видишь, у тебя наоборот, у тебя точка и О-образный, а у меня О-образный точка. Вот, смотри, перезарядка и состояние выкрути тоже в ноль. Посмотри, что произойдет. Ну, это все не нужно. Да, выкручивай в ноль. У меня это выключено в ноль. У меня только прицелы и все. Прицелы кассеты, если на барабанном танке, потому что оно тебе по факту реально захламляет твой прицел. У тебя за что-то глаз лишний оцепляется и так далее. Да, конечно. Вот. Вот, сведение. Смотри, я бы тебе советовал сведение сплошное поставить. Там, выбери круг четвертый сплошной. Более удобный, более информативный, что ли. Вот рисочки, которые здесь. Это у нас отголоски там к 12-му году, потому что раньше только эти рисочки были. Вот, маркер орудия. Ну, опять же. Смотри, тебе главное поставить. У тебя с индикатором там чем стоит? Я не вижу. Бронепробиваемость. Все, четенько. Да, именно индикатор бронепробиваемости должен быть. А там уже, что тебе удобно, там O-образный, точка. Поставь лучше точка-точка. Мне кажется, тебе так даже больше зайдет. Точка-точка это где? Вот смотри, маркер орудия, поставь точка. Один с индикатором бронепробития. Третье снизу. То есть у тебя будет точка-точка. Одна у тебя точка статичная, зеленая, соответственно, да. А вторая точка у тебя в зависимости от брони будет подсвечиваться там зелененьким, оранжевым и красным. Вот, мне кажется, тебе тогда же будет удобнее. Попробуемся. Вот, и снайперский прицел. Нам сейчас абсолютно все то же самое надо сделать. Заходи сверху который. Горизонтальный выкручиваем, точнее радиальный. Нет, у тебя тут диагональный. Диагональный выкручиваем в ноль. Первую графу в ноль, да, перезарядку состояния в ноль. Вот, и, соответственно, круг, круг четвертый сплошной тебе надо выбрать. Последний, который там в предложке. И точку, а вот видишь, здесь у тебя точка уже стояла. Странно, да. Не, ну это дефолтные стройки. Вот, и теперь, посмотри, вот в аркадной перекинься и в снайперский. У тебя абсолютно одинаковые прицелы. То есть у тебя нет вот этого диссонанса в голове, что сначала ты в таком прицеле. Ну, одно, там, другое. Да, а тут другое. А тут все удобно, ты, бамс, вышел, быстро дал, закатился. Артиллерийский прицел тебе, ну, не нужен, ты же нормально. Не надо, да, да. Ну, все, мы нормальные люди, как бы давай без этого. И в обводку, заходи, это имбовая тема, которую буквально вот недавно сделали для новичка, прям вообще мастхэв. Так, смотри, обводка тебе нужна. Тут два варианта, либо стандартные, либо упрощенные. Сам перещелкни, посмотри, в чем отличие, как тебе удобно. Тут уже, опять же, каждому свое. Ну, типа, я не знаю, в орудие же можно попасть, по идее, вот то, что нежно. Смотри, в чем прикол. Когда у тебя стоит стандартная, видишь, ТВП, она обводится вся, когда ты наводишь. Все пулеметики, все антеночки. А в упрощенной у тебя обводится реальный танк, в который тебе надо стрелять. То есть ТВП сейчас, она находится в 3D-стиле. Вот, и он тебе просто обводит этот режим. Уши, ну, я думаю, что мне упрощенка нужна. Да, да, я считаю тоже, что это упрощенка. По простреливанию зоне. Вот, смотри, простреливаемая зона у меня стоит, нет, да, это именно бочки, машинки. Вот, я объясню. Может быть, с точки зрения новичка я бы поставил, но я бы поставил пунктир, текстуру. Потому что ты, как новичок, ты еще далеко не знаешь, да, какие объекты простреливающиеся, а какие нет. И эта тема тебе будет очень сильно упрощать и помогать, ты будешь понимать. Вот, а не простреливаемая зона однозначно, конечно, заливка. То есть ты четко понимаешь, что вот в эту херню стрелять не стоит. А вот это вот куртирщики, да, или крестики там... Типа может пролететь туда. Да, да, нет, ты можешь вот сейчас, вот представь, ТВП стоит у тебя в прицеле. Ты вот можешь стрелять вот в эти крестики. Ты просто сломаешь вот эти вот бочки, деревяшки. Бочки, да, типа это. Теряешь там 25 пробития из-за снаряда, да, потому что через объект проходит. И пробьешь ТВП, так как это картонный танк. Окей. Вот, все, с прицелом закончили, погнали в маркер. Тоже, кстати, очень удобную темку, тут буквально патч назад сделали. Первая же графа – дистанция до техники. Однозначно ставь, чтобы ты понимал, на каком расстоянии от себя находится противник. Потому что дистанция засвета в нашей игре, да, 445 метров, думаю, ты уже с этим, ну, ознакомился. Ну, плюс-минус, да. Вот, то есть максимальная дистанция, на которой тебя могут увидеть – 445 метров. Не 500, ну, 500 ты уже 100% не свечишься. Вот, смотри, как у меня здесь стоит. Модель техники у меня здесь стоит, индикатор прочности цели, и маркер автоприцела. И все. Остальные выключи. Вроде тоже самое. Да, да. У тебя тоже самое. То есть это удобно. Стоит хпшка. Все, насчет уровня техники. Ну, может, с точки зрения новичка можно поставить, да, если бы я тоже, думаю, это не знаком. Типа, чтобы понимать сразу, где голду заряжать. Ну, это не так работает. Есть и 10-й левел абсолютно картонный, да, есть восьмерки убербронированные. То есть это просто надо понимать, какой конкретно, что у него там по броне. Вот в обычном у тебя все правильно. В альтернативном погнали. Дистанция до техники тоже галочка стоит. Иконка техники, выключенный уровень техники, я так понимаю, включай. Включено. Модель техники включена, имя игрока включена, индикатор прочности цели включен, маркер автоприцела тоже включен, и в прочности техники у меня стоит процентраж. Процентики. Ну, наверное, да. Да, да, да. По процентам мне тоже поудобнее. Так, на союзниках у меня дистанция в обычном не включена, чтобы не захламляло. Посмотрите, союзник не приносит никакой опасности. Модельная, но только. Да, у меня здесь включена модель, индикатор прочности и, соответственно, хп и полученный урон. То же самое, что, в принципе, у тебя и стоит. Так, а в альтернативном, как раз таки, дистанция до техники включенная. Вот, потому что ты альт нажал, посмотрел, да, альт отпустил, она у тебя ушла. Вот, и еще у меня здесь стоит модель техники. Модель? Да, да, то есть у тебя, видишь, там модель стоит и здесь. А, все, это нужно. Слушай, имя я бы убрал. А у меня как раз таки, смотри, в верхнем стоит модель без имени, а в нижнем модель и имя. То есть я альт нажал, посмотрел на ник игрока, да, так примерно прикинул, где он там на карте. В обычном, на уничтоженном, выключаю вообще все галочки. Давай мы это сделаем. Слушай, это нахер реально. Все, все, это не нужно. Оно, оно, все, но ее нет. Захламляет, потому что. Да, 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 да. То есть ты, по сути, видишь иконку. Альтернатива тоже самое. Не, 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 в альтернативе тебе надо видеть модель техники и имя игрока, чтобы нажать альт и посмотреть, где он. Да, все. Все остальное вырубаешь, да. Вот, смотри, ты еще немножко не доставил. Прочность техники, вот в альтернативном, там у тебя ВИШХП осталось всего. Тоже убери, поставить не показывать. Да, да, вот это лишнее. Но это уже камни просто, грубо говоря, остается. Да, 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 да. Костыли, которые тебе по факту не нужны. То есть смотри, в чем прикол. Танк уничтожили, да, ты видишь его иконочку, примерно понимаешь, где он. Если тебе надо понять, кто это за игрок, то есть он там в чате пишет или на мини-карту тыкаешь. Да, альтанул, посмотрел, что это за поц. И, соответственно, все сразу понял. Блядь, информация в бою. Погнали, да, информация в бою. Тут, ну, это финальная стройка. Наверное, все сложно, но простая. Не-не-не, тут более-менее все, я понимаю. Да, у тебя все правильно. Серая заблокирована. Вот зелененькая, не понимаю, что за хуйня. Это союзник, когда в тебя стрельнул. А, сразу все, я понял. Так, здесь что у нас, события, твою мать, здесь. Так, в событиях в бою, смотри. Тебе, по сути, нужно это все. Единственное, что я отключаю для себя, в самом низу, смотри, вторая снизу, название события. Вот я бы ее отключал. История событий, смотри. Это информация, да, именно, которая у тебя в бою. Нанесенный лично, галочка стоит, заблокированный броней стоит, нанесенный с вашей помощью, поставь тоже галочку. Какой-то ассист, так называемый, в нашей игре, да, то есть... О, вот это надо, это надо. Я в ее туда, чтобы посмотреть, полезно или нет. Детальный урон. Отображать всегда у тебя так и стоит. Ну, смотри, поставь изначально все события, и вот снизу, видишь, что есть все события внизу, и полученный урон сверху. Ты можешь как бы перенести полученный урон в другую. Нет, 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 я бы оставил, да, потому что уже, да, много. Вот, но вообще обычно все катаются со всеми событиями, потому что, ну, хотят, видите, какой урон, да, какая альфа прошла, плюс сколько ты получил. Вот, все, погнали, next. Границы карты здесь уже, ну... Ну, я не знаю, ну, типа пунктир... Не знаю, почему она... Я стену оставлю. И нажми не подсвечивать. Это делается для того, чтобы ты, когда к красной линии подъезжал, она еще больше не становилась. То есть, чтобы она... Вот это да, вот это не нужно, да-да-да, стабильно, чтобы... Она у тебя сейчас подсвечивается вот так, как она есть. И с неподсветкой, да, она у тебя такой же останется. А когда ты к ней бы подъехал, она у тебя резко бы стала еще больше. Ну, или по нажатию Alt, как у тебя стояло, да, ты нажимаешь Alt, и она у тебя резко большая. То есть, неподсветка лучше всего. Так, здесь все, погнали. Боевой отчет. И ЛБЗ. Тоже полезная темка, здесь есть нужная информация. Ну, я уже понял немножечко, кстати. Я уже их начал делать, чуть-чуть там ковырять. Шкала прочности команд галочка стоит. Очки прочности команды галочка стоит. Разница между очками прочности команд однозначно поставить. Огруппировать иконки техники по уровню не надо ставить. И отображать ЛБЗ. У меня убрано, потому что у меня все ЛБЗ пройдены. Но ты можешь оставить, так как ты... Я оставлю, да-да-да. Я помаленьку ковыряю, мне интересно. Как типа дополнительный этот какой-то. Вот видишь, тут очень тонкие настройки игры. То есть, можно прям все подвести под себя. Это очень хорошо, на самом деле. Ну, танки не зря моя любимая игра, согласись. Не зря 12 лет не игра. Согласись, да. Включить кратный пробежение 16-25. Почему у тебя выключено? Объясняю. Смотри, у тебя дефолтный это x2, x4, x8. Это позволяет себе, во-первых, быстрее реагировать, быстрее стрелять. Пока ты выйдешь в этот x16x25, это 5 прокрутов колесико вперед. А так на x8 это 3. Подчеркнул, что мне было неудобно дохуя зумиться. То есть, такое. Ты можешь зацеливаться очень много. Слишком много сидеть с нахерском прицеле. И у тебя, но когда ты выходишь обратно в снайперский, на x8, ты можешь поставить... Ты как в снайперский выходишь? Расскажи, пожалуйста. Шифт и колесиком. Все, четко. Если ты выходишь через шифт, у тебя последняя всегда будет x2. А колесиком ты уходишь, правильно, со снапы? Да, да, да. То есть, твоя последняя, это x2, когда ты выходишь, правильно? Ну, соответственно, ты и в x2 и выходишь. То есть, это минимально. Ну, все правильно. Расскажи про экипажи. Они мне, что подъебли, или нет, что надо качать вот это боевое братство, блять. Не, не п***. Вот сейчас я докачаю. Так. Так, давай мы для начала. Это достаточно тоже емкая тема, даже емче, чем настройки. Так, смотри, ты пошел вообще на совки, верно? Чего? Давай тебе сейчас, ну, на совки, на советские танки. Да, да. Смотри, слева внизу, в углу, да, у тебя там маленький танчик, где фильтры сбоку. Где у тебя карусель танков заканчивается, у тебя там, видишь, танчик, x2, полосочка оранжевая. Левый нижний угол. Да, да, фиксирую. Поставь танчик, тебе нужно поставить сейчас фильтр только на советские танки. Я хочу просто увидеть, что у тебя есть. О, сделал. Вот, это, смотри, это фильтры, да, ты можешь разные нации. Левелы, чтобы, вот у меня там танков ангаре 300+, да, я быстренько фильтр поставил, знаю, какой-то танк. Хлук, это пресс-сак или обычный? Не, обычно, пресс там под 800. Поэтому там крутить вот эти вот все шестеренки, понимаешь, что неудобно, да, легче фильтр поставить, быстро натишить, что тебе надо, и все. Подожди, вниз, я влево-нижний могу убрать, не помешает. Да, 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 мне просто экипаж, чтобы я увидел. Экипаж тебя, конечно, печальный. Сразу видно, я вам сразу сказал. Тебя его просто нету, я тебя так скажу. Подожди, мне надо знать, что в первую очередь, так как я сушку 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 качаю, вот, посмотри, пожалуйста. Вот, мне надо вот этот экипаж нормальным сделать. Вам о чем молчали в чате? Я просто хочу найти хороший экипаж. Нажми, пожалуйста, вот на сушку. На и сушку сейчас нажми. Я просто хочу найти, есть ли у тебя нормальный экипаж? Так, нажал. Видишь, у тебя немножко перков качается. Так, на кировце нажми, пожалуйста. Может, у тебя скировцы более оптимальный экипаж. Еще, 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 еще. Он здесь, кстати, более надрочный, на самом деле. Да, 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 да. Я хочу, понял, тебе сделать экипаж хороший. А, не, ну, это херня все равно. Подожди, ну, а может, на сушку? Вот смотри, нет. Вот открыл. Тут вообще без перков, не ху**те. Дом на колесах еще один. А нажми, пожалуйста, казарма. И там тоже мне нужно, чтобы ты поставил фильтр на советские танки. Так, а ты говорил, что тебе он подарил танки, правильно? Это вот эти вот, да, вот премки подарены. Я просто к чему это спрашиваю? Потому что в подарочных танках бывает есть экипаж с нулевым перком. Но, судя по тому, что мы увидели, там нулевого перка не было. А нажми не в казарме, а на всей технике в ангаре. Чуть-чуть пониже вот для СССР. Потому что, видишь, он тебе сейчас ангарных чуваков показывает. Мне нужно, чтобы я всех увиделся в хобу. Так, и потихонечку листай вниз. У тебя есть СУ-100 и ИСУ-152К. Прем танк, он не имеет штрафа, если ты будешь с него экипаж пересаживать. Ага. То есть, именно у тебя ПТ-шка, ПТ-шка. Да, то есть, ты можешь этот экипаж один раз обучать и просто пересаживать. Вот, как бы я сейчас поступил на твоем месте. Прям вот, макмалый, если грамот. Это СУ-100У, я сразу скажу, я на нем как бы не это. Я на нем даже не катал, мне очень понравилось, 152-я, ребятам он нравится. Короче, в любом случае, высаживай экипаж СУ-100У. Ага. СУ-100У посадить. У меня мозг какой-то закипит. Так, короче, отсюда высаживаем этих шалопайов, кто же. Смотри, там на будущее есть сверху кнопка, три танкистика, видишь? Можешь одну раз нажать и высадить весь экипаж. Чудова проклацывать? А, всех сразу. Так, значит, на СУ-100 мы смотрим СУ-100У. Вот их я сажаю. Четверых сажай, да. Так, раз. Какого из них-то здесь их два? Да, там написано, что... Если два, то любого выбирая. Они же, потому что там УСУ-100У заряжающих, а у тебя один. Тебе один, да. Вот сейчас у меня тревог, что... Ага. Ну, короче, да, я просто пытаюсь, понял, тебе как можно больше запихать. Так, есть. Посадил, да? Отлично. Теперь смотри, что мы делаем. Переобучение. Для начала давай я тебе объясню, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать тебе один экипаж, который будет у тебя с СУ-100У сажаться на ИСУ-ку. Для этого мы сейчас, да, переобучиваем экипаж на СУ-100. Вот этот вот, видишь, он у тебя красным стал. То есть он получил штраф из-за того, что он находится не на своем танке. Тебе надо сейчас зайти. Вот три танкистика нажимай, вот эти которые. И кнопочку переобучить. Так, здесь за 200 этих. Да, давай потратим золото, да, чтобы сразу перки мы могли открыть. Потому что оно, в принципе, у тебя не поджимает. Но вообще, в целом, как бы, ну, да, нормально, за золото. Вот, и теперь, смотри, у тебя 100% экипаж. То есть именно по процентражу он выкачан в максимум. Теперь у тебя открывается доступ к перкам. Твои ребята, в принципе, говорили правильно, что боевое братство надо качать. Но боевое братство надо качать не первым перком. Для тебя сейчас самые главные перки, самые, так как ты играешь на ПТшке с маскировкой, это маскировка и ремонт, чтобы быстро сниматься с гусеницы. Я вот единственное, реально не понимаю, у тебя есть плюсик или нет. Я бы, честно, ставил бы ремонт. Это самый нужный перк в игре. Самый. То есть, понимаешь, если тебя раскаточили, и у тебя ремка там 10 секунд, а ремка на откате, то гг, все. Вот, поэтому тебе в первую очередь надо прокачать ремонт первым перком. Когда у тебя откроется возможность второго перка, тебе надо прокачать маскировку. И только после полностью выкачанных этих двух перков тебе надо будет прокачать боевое братство. Боевое братство тебе повышает вот этот навык экипажа. То есть, у тебя сейчас командир 100%. И видишь, наводчик, мехвод и заряжающий получают по 10% сверху от того, что у тебя... Это бонус командира называемый. Плюс 10%. Но кэп его не получает. Вот. А боевое братство тебе даст 5% на всех. То есть, кэп станет не 100, 105. Наводчик, заряжающий и все остальные будут не 110, а 116. Потому что там бонус, процентик, плюс еще один накинется от кэпа как бы. Потому что он не 100 стал, а 105. Короче, всем сейчас брать ремонт? Да, всем бери ремонт. У тебя есть лампочка и сейчас будет ремонт. А после надо будет маскировку прокачать. На сушке 5 членов экипажа, да? Мы снимали сейчас с СУ-100У, у тебя 2 члена экипажа было. Смотри, что тебе сейчас надо сделать. Тебе надо теперь зайти на ИСУ-152К. Высадить ее экипаж. Там же 2 заряжающих, видишь, на ИСУ-152. И, ну, там, на последний, либо на предпоследний слот ИСУ-152, посадить заряжающего 2-го от СУ-100У. То есть, понял, да? У тебя здесь будет 1 заряжающий и СУ-154 члена. И вот твой экипаж на СУ-1502. Посмотри, проверь еще. Да, просто 100% ИСУ-100У. Вот он. Да, но обычно в последний слот сажают, чтобы понял это и закламлять. И, обрати внимание, у тебя он стал 105%, то есть он в максимуме. Он не получил штрафа, потому что СУ-100У премтанк ПТ и ИСУ-100У премтанк ПТ. То есть они как бы взаимозаменяемые экипажи у этих танков. То есть они штрафа не получают. А в будущем, когда ты прокачаешь СУ-152, ИСУ, тебе вот этого заряжающего надо будет обучить. Сейчас мы их просто демобилизируем, чтобы у тебя не было выбора этого экипажа. Он мусорный. Так, заходим в казарму, да? Абсолютно верно. И ищи вот этих 5 ребятулик, у которых именно кулачок прокачан, и просто демобилизуй. Это, так сказать, мы сейчас просто наводим порядок у тебя. Так, все, открываю первую пушку. Давай. По 78 тысяч. Продавать, да, старые все? Да, да, да. И у тебя, видишь, у тебя еще двигатель старый не продан, так как у тебя не написано на нем. А как? Как продать? Ой, б***ь. Сейчас чувствую, мы зайдем, что продавать там. Мы вообще... У тебя иконочка первого двигателя. Правой кнопкой мыши на него. И просто продать. По боеприпасам что ставим на сушку? Там ствол нарисовался, у, сука. Там последний ствол вообще с набалдажником таким мощным. Вот это я понимаю. Так, по этим... Смотри, у тебя 44 снаряда, да, болто с фугасом. Я бы 4 фугасика бы поставил. И, наверное, 50 на 50, то есть 20-20 голда ББшки. То есть в зависимости от того, по кому стреляешь. Смотри, просто чтобы, ну, понимание было, бронебойка это весь картон, да? Не картон, а средний. Короче, голдой подкалиберным мы х***ем по этим, по тяжам, правильно? Нет, смотри, на самом деле голда и ББ здесь разница в том, что, по сути, у тебя меняется пробитие. Так, у тебя базовые ББшки, видишь, у тебя скорость полета на ББшке 895 на подколе 1100. То есть у тебя, во-первых, голдовый снаряд летит более быстро, плюс у тебя пробитие, видишь, 175-235. То есть у тебя пробитие на подколе более хорошее. Вот, соответственно, да, вот если я вот как статист, да, там вот это все, я играю онли на подкалиберах. Потому что летят быстрее, соответственно, упреждение более маленькое брать надо, то есть удобнее стрелять. И более лучше пробивают. Но единственная ББшка, она с дистанции меньше теряет пробитие, чем подкалибер. И нормализацию у ББшки 5 градусов, у подкалибера 2, но это уже прямо если в дебри углубляться. То есть ББшки тебе нужны тогда, когда ты на СУ-100 играешь в топе. С четверками, с пятерками и с шестерками. Короче, голдой только выше левелом. Да, голдой в основном стреляет тогда, когда ты попадаешься не в топ, то есть с семерками и с восьмерками. Потому что, по сути, четвертый, пятый и шестой левел включительно, ты пробиваешь всех за глаза даже с ББшками. А на шестом, седьмом, восьмом левеле ты уже большинство танков с ББшки не пробьешь. Короче, все, что выше меня левелом, голдой не раздумываю. Желательно, да. Но есть определенные танки, конечно, картоны, по которым можно и ББшкой пострелять. Но это надо еще изучать. Пока что вот для такого базового понимания лучше вот такую установку себе поставить. Плюс, что тебе обязательно сейчас надо сделать? Смотри, вкладка «Внешний вид», видишь? Тебе обязательно надо покрасить танк базовой краской за 75 тысяч в готовых стилях. Готовый стиль, там, советский, 75 тысяч будет стоить. Он тебе на все три типа карты поставит камуфляж. Почему это надо сделать? Потому что ты получишь с камуфляжа 4% маскировки. Нихуя, да. Да, это достаточно мощно. Плюс, учитывать, что у тебя сейчас маскировка вообще не прокачена. Вот, видишь, ты можешь полистать, да, посмотреть, как у тебя танк будет выглядеть там. Лёп. Танки надо красить всегда. Ну, есть ряд танков, да, которым маскировка не дает ничего. Например, Маус. У него маскировка 4%. С перком выкачанным у него 5%. Целый перк. А Тойот 2. Ну, то есть, да, ему это особо ничего не дает. Плюс, он всегда воюет в упоре на дистанции, там, ну, 100 метров. Нафига ему этот камуфляж? Ну, чисто для красоты только. Есть. И что тебе еще надо сделать? Смотри. У тебя снаряжение. Видишь, ремка, аптечка и тушилка стоит. Очень интересный у тебя выбор. У тебя стоит голдовая аптечка и при этом обычные вот эти темки. Нажми там на ремку, на аптечку, чтобы у тебя менюшка открылась, неважно. А это они мне все равно советовали. Кстати, они тебе достаточно грамотно посоветовали расстановку. Не, но расстановку я, кстати, сам придумал. А, красава. Знаешь, почему грамотно? Четверка и пятерка активной клавиши, ближе к указательному пальцу. Шестерка, у тебя стоит тушилка, она будет сама по себе срабатывать, если ты поставишь автоматический огнетушитель. Тебе надо поставить на автоматический. Вот я думал, на самом деле, да, на эту тему. Сто процентов надо, объясню почему. Ты и так, да, еще пока плаваешь, тебе поджигают танк, ты пытаешься думать, тебе надо еще найти, где шестерка, потушиться. А так он тебе сам потушит танк, и ты об этом даже задумываться не будешь. У тебя ровно один тик до пожара, и все, и ты потушился. Вот. И также я бы тебе настоятельно рекомендовал поставить бы голдовую ремку, потому что у нее при наведении на нее, посмотри, там есть пассивный навык, плюс 10 скорости ремонта. Так как у тебя сейчас ремонт не прокачан, это неплохая надбавка к скорости починки гусениц и остальных, соответственно, модулей. Это, короче, которая... Да, 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 вот. Большой ремкомплект. Вот, видишь, и наведи еще также на большую аптечку. Посмотри, у нее также есть пассивный навык. Это минус 5% от оглушения, насколько я помню, и вроде как плюс 15% к выживаемости экипажа. То есть у тебя более живучий экипаж, меньше критовать его. Заебись. Это очень круто. Но это как пассивочка такая идет. Да, да, это именно пассивка. То есть вне зависимости, провязал ремку, ты не провязал, она работает всегда, но этого нету отображения никакого. Это просто ты должен знать сам по себе. Ну и, конечно, смотри, тебе надо в идеале поставить не только лишь досылатель, а еще и какие-то дополнительные модуля. Я объясню, я в этот танк просто не хотел разгружаться. Ты понял? Потому что я так думаю, под этими бустами мы выйдем сейчас очень быстро. Не знаю, почему я так думаю. Дело в том, что смотри, в чем прикол, да, самый главный. Ты можешь ведь на сушке наигрывать большое количество боев, набивать на ней опыт, а потом этот опыт переводить, как ты и делал, собственно. Вот. Плюс в чем до сушки. Это шестой левел достаточно простой левел понимания игры и рандом там такой достаточно лояльный еще. То есть тебя не так сильно рвут. И на ней будет легко достаточно играть. Вот. Я бы на самом деле поставил левел. Давай, давай. Что здесь? Что там можно поставить? Да, сейчас просто у меня шестого левела этого нету. Так, ну у нее достаточно долгое сведение. Не, сетку, маскировочную сетку не ставь никогда. Это модуль, над которым просто все смеются. Это кринж-модуль называем. И стереотрубы. Ну, стереотрубы на самом деле можно. Так, смотри, у тебя стоит досал. Я бы тебе советовал поставить приводы сведения. Есть такое? Есть, да, вот за 200 тысяч стоит. Сера кончается, ребят, я все прекрасно вижу, но у нас есть и суха 152К, который эту серу вернет. Приводы сведения. Второй ряд. Второй ряд. Первый. Приводы наводки. Да, да. У тебя стоит досал, у тебя стоят приводы наводки. И тут есть два варианта, да, что мы третьим слотом можем поставить. Мы можем усилить стрельбу твоего танка, но мне кажется, что было бы неплохо усилить его обзор. Видишь, у тебя графа наблюдения. Ну, да, да, да. Смотри, у тебя есть графа наблюдения даже вот здесь в оборудке. Нажми на нее и разверни ее. Подожди, наблюдения. Справа, справа. Столбики там такие. Они динамические. То есть ты можешь эту оборудку ставить и смотреть, как оно изменяется. Обзор 350, дальность 525. Да, обзор у тебя 350. Я говорил, что максимальная дистанция засвета 445. То есть видишь, сколько тебе еще не хватает. Вот нажми просто на оптику. Третий слот на оптику, но ничего не применяй. Вот просто нажми. Оптика это стереотруба. Не-не-не, это просветленная оптика рядом со стереотрубой слева. Прямо рядом со стереотрубой слева. Видишь, у тебя обзор сразу поменялся. 385, да. А так 438. В чем разница просветленной оптики от стереотруб? Просветленная оптика работает всегда. Абсолютно всегда. Независимости. Стоишь, двигаешься, пьешь водочку, сидишь на бутылке. Работает. Стереотрубы работают тогда, когда ты стоишь. На месте, не двигаюсь. Оптика. Да, не двигайся при этом еще 3 или 5 секунд. То есть на сушке у тебя УГН очень слабенький. У тебя же пушка в корпус впаяна. И чтобы стрелять в движущуюся цель, ты будешь постоянно двигать корпусом. И стереотрубы в этот момент будут сбрасываться. То есть ты будешь слепым. А оптика будет работать. Вообще, в идеале, если профессионал какой-нибудь сядет на СУ-100, оптимальнее, конечно, поставить трубы. Потому что обзор дефолтный очень слабый. И за счет пользования труб можно вывозить. Но ими надо очень хорошо уметь пользоваться. Вставать в кусты грамотно, так, чтобы у тебя УГН хватало. Понял? Чтобы корпусом не двигать. Чтобы у тебя стереотрубы включились, и ты вот как рентгеновское зрение видишь. Но в твоем случае я бы все-таки... В моем случае это 100% оптика. Это железобетонно, потому что здесь все очень печально и грустно нахуй. Так, вот, все, нажимай кнопочку применить. И видишь, у тебя есть еще такой слотик один между снарядами и оборудкой. Я тебе просто расскажу, что это вообще в целом такое. Это инструкции дополнительные, которые могут улучшить характеристики твоего танка. Есть инструкция к оборудованию, есть инструкция к экипажу. То есть видишь, у тебя тут оборудка предбывает, оптика, ну и так далее. То есть ты, по сути, можешь поставить здесь либо калибровка оптики, либо досылатель, либо сведение. То есть усилить какой-то параметр своего модуля, который стоит. А к экипажу ты можешь какой-то из перк поставить. Мой тебе совет. Зайти для экипажа и снизу выбрать перк маскировка. То есть за 20 тысяч серебра ты сейчас как бы на один бой, каждый бой 20 тысяч, ты будешь иметь полный перк маскировку. Вот нажми на... Там незаметность, блядь. И вон, видишь, у тебя незаметность пробустила? Нажми на нее и посмотри, как улучшается маскировка. Сними и поставь, сними и поставь. И оно в динамическом тебе будет показывать, насколько сильно у тебя улучшается незаметность. Сейчас мы можем тебе еще немножечко подбустить экипаж. Если ты, конечно, дашь согласие там на потратить свою серу. Конечно. Один подарил за это. Смотри, в самом низу учебные материалы. Так. У тебя, кстати, видишь циферка 4, то есть у тебя что-то там есть. Конечно. Мы можем сейчас это применить. Давай. И мы это применим. О, ни хера себе у тебя тут что-то. Ёпта, она 11 лет в танках, блядь. О, моё. Вот смотри, у тебя универсальные пособия, 3 штуки. Просто их юзать и применять сразу. Сука. Но это надо сделать один раз, понимаешь? И все это... А как же? А что вы хотели? А как быть? Один раз надо сделать, зато теперь экипажи, ху... Уже все есть. Ой, блин, как тебе с карты не повезло. Ну, мне ёпта... Плохая, реально карта. Смотри, здесь... Здесь, в самом деле, есть неплохая кемперская позиция. Вот, давай. В А0. Там, видишь, бетонный такой заборчик. И там гряда кустов. И ты с этой гряда кустов прокидываешь С и Б линию. А0, да. Прям угол карты. Я бы тебе еще советовал возле кнопки бэкспейс нажать плюсик. Увеличить мини-карту. Так. Два раза. Два раза, блять. Так. Ну, или один, или два. Ну, как тебе, блять. Сейчас она у тебя достаточно маленькая, просто. Ты не очень все хорошо видишь и воспринимаешь. Я вот с такой катаю, блять. Смотри, у тебя есть прострел чуть правее, там, где дырка в ангаре, видишь. И на центр, где-то 26, и 5. Нихуя, он ему плюнул, блять, на 1200. Не-не, это сложилось. У него альфа 750. Там с кем-то, тычка. Я так понял, это без эхо пробило, и лев дал. А, блять, тут вот. Видишь, чуть правее цель сразу, где дерево растет. Потому что ты сейчас целишь стену, а выкручу, вот там, где вот дерево растет. То есть, и должен четко понимать, где прострелы. Не, ну это, это со временем, да. Это вот шкода, смотри, у тебя справа светится, она вроде в простреле. Я просто видишь, по мини-карте мне даже приселся. А как понять, допустим, смотри, вот я вижу, но видишь, он не подсвечивается никак. Как? Справа, ну потому что он за стенкой, команда. Какого-то, там вроде выкатывает. Смотри, тебе сейчас надо контролить шкоду 56-й, который справа у тебя находится на Алине, опять. Она потенциально может быть у тебя подставится. Ну да, тебе союзник конья. Кой же долбоем, блядь. Блядь, сука, ну ты, ну ты пиздец. Да, ну он тебе не даст поиграть с ним. Да похуй, ладно, ничего страшного. Можем поехать вот так. Брат, хуйня, подожди, подожди, да не, надо попросить. Там на самом деле нормально, ребят, похуй. Брат, давай попробуем, блядь, здесь доиграть. Сейчас немножко я раскочегаюсь. Я тебе потом скину, да. Да я знаю, что надо, блядь, давайте, если хотите, пацаны, давайте пофанимся, просто я в следующий стрим я вам просто сервак скажу и несколько каток, блядь, короче, все вместе отыграем, позаёбываемся. Это будет жёстко. Да нормально, 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 давайте. Во, всё, лайк поставил, я же говорю, нормальные, блядь. Нормальный работяги. Эту команду он тебе через кнопку Z дает. Ты наведи на него кнопку Z и там есть пул команд. Спасибо, там мне нужна помощь. Да он слышит ему на стриме, блядь, он. А, ну нет, я тебе говорю, как ты ему можешь ответить. Я говорю, тебе надо целить правую сторону, у тебя там, блядь, 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 блядь. Всё автоматически. Так они и так знают, как говорится. Смотри, тебе сейчас надо встать так, чтобы ты, вот где бетонка, да, вот эта вот стена, с ней максимально подъехать, чтобы под левую сторону от себя был куст. Там и сухо сейчас потенциально под себя подставить. Все, чуть-чуть вперед надо проехать, справа ее зацелить, она на мосту выставиться, ты и вкинуть можешь. Я думаю, вот по поводу... Короче, на чуть-чуть ближе просто подъедь кусту и от куста его откинь, ты его туда тоже простреливаешь. Я думаю, да, сейчас... И смотри, еще такой момент, чтобы устроить свою стрельбу. Перед тем, как стрелять, ты его на автоприцел бери. Подпиваться вообще нормально, ребята, я тебе говорю, с ними данный лад. Пишу тебя на мини-карте три круга обзора. Желтенький это круг твоей отрисовки, лучше левее поверни в кустах. Я уже вот, да, вот тут, мне кажется, я понял, что сейчас Т-92 меня светанет, здесь прилетит. Все, что только можно, нельзя. Смотри, это круг максимальной прорисовки, по-моему, 565 метров. Это круг отрисовки, который максимально ты будешь в виде танк в прицеле. То есть за желтым кругом танк будет в виде на мини-карте, но в прицеле ты его не убьешь. Ага. Беленький круг, это круг максимальной дистанции засвета, 445 метров. То есть на этот круг ты должен ориентироваться, когда ты пытаешься по кому-то стрелять. То есть если в радиусе круга, да, то потенциально он тебя может засветить. Если он между белым и желтым, то он тебя не засветит никак. Вот. А зелененький круг, это круг твоего обзора. То есть круг, с которого ты можешь танк осветить. Я говорю, на исухе видишь геймплей, он очень терпильный. Если карта неподходящая, то прям вот... Ну зато если она дает, дает она, конечно, очень жестко. Пи***ь, она выдает дамага. 750, да, это... Ну, в большинстве случаев это пол-хп с восьмойки. До вашего-то считай, танк труп. Да, да. То есть ближе подъезжать тебе надо. Еще просто вперед к красненькому дому и от красненького дома выставляться. У тебя там только борщ не светился. Он и потенциально там стоит. О, слева-слева. Ушел парень. С задержкой просто. Ну вот, видишь, он на этой петушиной полочке как раз и стоял. Про какую я тебе... Про которую я тебе и говорил. Все, и теперь тебе надо зацелить самый угол карты. Да, здесь они прям быстро. Они уже стояли, прямо ждали. Смотри, позиция на К5. Видишь камень? К5, камень. Да, да. Вот. И тебе надо встать так, чтобы камень был слева от тебя. И здесь простой аналёбик. Ты там видишь ночью. Покинул. Да, сейчас ты мой безоцкут. Да, потому что ты не в кусту, видишь. Был бы в кусту, ты бы сейчас сто процентов не засветился. Вот. И вот так вот ты должен был стоять. Сейчас посмотрю. Да, вот так вот ты должен был стоять, когда ты стоял по 50-й парику. И тогда бы ты не засветился. Потому что ты был в кусту дополнительная, я считаю, маскировка. Видишь, такой же прострел абсолютно. Тут три прострела справа. По центру между двух камней и слева, соответственно. И плюс также ты простреливаешь гору. Пропустил прострел, кстати, под 28-й парик. У тебя в прицеле прям промелькнул. Эх, каточек. Слушай, я хочу тебя поблагодарить. Время полчетвертого. У нас 5000 человек смотрят. Да, мне подойдет. Да, я все-таки не танковый стример. Но спасибо огромное. Реально тоже я правда очень благодарен. Благодарен всем ребятам, кто мне помогает. Так потихонечку. Спасибо. Сейчас с ребятами тогда попрощаюсь. Все, спасибо тебе огромное. Обязательно залечу и приглашу на следующий стрель. Все, да, на связи тогда давай. Всем твоим тоже. Пока-пока. Пока, удачи.